Ну, в общем-то, к конечному результату первой игры я слукавлю, если скажу, что недоволен, я очень доволен, наверное, второй тайм складывался так, что могли мы и забить и не три мяча, но первый тайм просто как с волнением ждал эту игру, потому что очень тяжело, невзирая на то, что буквально месяц назад, выиграв в финале у этой команды и став обладателем Кубка Белазовец, они нам показали, что их просто так голыми руками не возьмешь. Все равно мне не удалось через установку достучаться до ребят, которые вышли в первом тайме, вот, мы подчинились тем скоростям, которые нам предложил Арсенал, ни в коем и больше не заставляли себя вот эти скорости увеличить. И это было, эти ребятки успевали перестраиваться, да, они ничего не создали, вот, но они нам, кроме угловых, которые не имели какой-то силы, то есть мы практически каждый угловой, ну, может, один момент, когда Премудров, если бы удачно там попал в угол, может быть, и влетел бы мяч, но это все равно мало для команды, которая сегодня, вот, как мы имеем такой статус и желаем быть командой, которая радует своего болельщика. Плановый выход, единственное, он мог случиться, может быть, за 40, за 35, за 30 минут, но то, что он мне, вот, как бы, понравился этот футболист мне, вот, он им нес своей быстротой, ну, гол, это, как бы, подарок или награда, наверное, за то, что вот он так удачно вступил в игру и оказался в нужном месте, конечно, здорово Бордачев ему отдал этот мяч, он исполнил эту ситуацию, как и должен, наверное, в моем понимании нападающий, уважающий себя играть. Ну, и вообще, он был заметной фигурой во втором тайме, вот он, вот он, наверное, тот футболист, который придал нам те скорости, о которых я говорю, вот, как только мы их взвинтили, уже Арсеналу было на порядок тяжелее нас сдерживать.